ФСБ России впервые подробно объяснило, почему, вопреки сложившейся практике, было предано огласке разоблачения агента ЦРУ в Москве. В российской контрразведке признали, что они долго терпели и просили американских коллег прекратить попытки завербовать российских силовиков. О причинах шпионского скандала Владимир Унанянц. Лубянка предпримет зеркальные действия. Такое предупреждение резидент ЦРУ в Москве Стивен Холл официально получил еще в октябре 2011 года от Федеральной службы безопасности. От него потребовали прекратить провокационные вербовочные акции в отношении сотрудников российских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По имеющейся информации, в известность был также поставлен директор национальной разведки США Джеймс Клэпер. Но ЦРУ, судя по всему, настойчивым просьбам российских коллег не вняло. Первым под удар зеркальных действий попал Бенджамин Дилан. В декабре прошлого года ФСБ обвинило его в вербовочной деятельности. В результате третий секретарь посольства США в Москве был объявлен персоной Нонграта и 15 января покинул Россию. В удворении американского агента из страны надеялись российские контрразведчики, наконец, повлияет на планы ЦРУ. Поэтому дело Бенджамина Дилана и не стали придавать огласки, пояснил западной прессе сотрудник ФСБ. Но в случае с Райаном Фоглом ЦРУ перешло красную черту и российские контрразведчики были вынуждены реагировать, утверждают ведомстве. В последнее время американская разведка неоднократно предпринимала попытки вербовки сотрудников российских правоохранительных органов и специальных ведомств, которые фиксировались и проходили под контролем контрразведки ФСБ России. Сразу после появления информации о задержании Фоглом многие СМИ указывали на крайне неудачный выбор момента для разоблачения шпиона. Россия и США как раз собирались налаживать отношения, находящиеся не в самом лучшем состоянии со времен Холодной войны. И скандал с американским агентом мог бы поставить Барака Обаму в неудобное положение во время предстоящих переговоров, отмечали аналитики. Впрочем, серьезных последствий, скорее всего, не будет. Даже Сергей Лавров не стал обсуждать шпионские страсти с госсекретарем Джоном Керри, ограничившись протокольным вызовом в МИД посла США. Своим заявлением ФСБ опровергает предположения журналистов и даже официальных лиц по обе стороны океана о том, что на самом деле может стоять за борьбой контрразведок. Многие в подлинность задержанного с париками и компасом шпиона вообще не верят, подозревая ФСБ то ли в троллинге ЦРУ, то ли в попытке российской власти показать народу, что враг не дремлет. Спецслужба же настаивает, Фогл был самым настоящим агентом, за которым следили с момента его появления в России в апреле 2011 года. А в базах ФСБ находятся представители всех иностранных служб, и ЦРУ не является исключением. Владимир Унанянц, RTVI